Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» постоянно совершенствует свой сервис, поэтому примите участие в акции «Честный отзыв». Заходите на сайт, кликайте по баннеру, читайте условия, принимайте участие и получите возможность стать обладателем ценного сертификата. Помните, что в «АвтоСтронг» очень много генераторов, стартеров и всего навесного оборудования. Мы продолжаем работать по вашим заявкам. Сейчас встречаем бензиновый двигатель Toyota 1AZ FSE. Двигатели семейства AZ появились на автомобилях Toyota в 2000 году. Семейство AZ содержит рядные четверки 2,2,4 литра. Двигатели семейства AZ были основными бензиновыми двигателями для более чем 20 моделей Toyota. Сегодня мы будем разбирать двигатель 1AZ FSE с Toyota Aventis 2003 года. Особенность этого двигателя – это непосредственный впрыск топлива. Двигатель создан на основе алюминиевого блока с помещенными в него чугунными гильзами. Также здесь есть цепной привод ГРМ, а вот гидрокомпенсаторы отсутствуют. В отличие от двигателя 2,4 двигатель 2,0 упрощен. В частности, у него нет балансирных валов и нет масляных форсунок. Двухлитровый мотор с непосредственным впрыском, естественно, отличается более высокой степенью сжатия. У него, кстати, оригинальное ГБЦ с установленными в ней форсунками. На клапанной крышке установлен топливный насос высокого давления, который приводится от дополнительного кулачка на впускном распредвале. В принципе, это стандартная схема для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Двигатель с непосредственным впрыском топлива может работать на очень бедной смеси. Соотношение массы воздуха и топлива гораздо больше стандартных – 14,7 к 1. Весь секрет в том, что топливо впрыскивается прямо в цилиндры. Благодаря особой форме донышек поршней топливо, испаряясь, попадает прямо к свечам. Возле свечи образуется обычная для бензинного двигателя стихиометрическая смесь. Но по отношению ко всему объему камеры сгорания смесь бедная. Может быть, 40 к 1 на малых нагрузках и 25 к 1 на средних нагрузках. А теперь поговорим о надежности. Данный двигатель имеет врожденную проблему с блоком цилиндров. Также завод признал проблему этого двигателя с масложором. Что касается других аспектов эксплуатации, то из-за слишком сложной системы впрыска в этом двигателе могут быть проблемы. Проблемы с ухудшившейся тягой и нестабильной работой данного двигателя случаются, но однозначного решения нет. Причиной троения этого двигателя могут быть свечи, катушки и форсунки. Но если диагностика и чередование этих деталей выявляют хаотичные пропуски зажигания, то причиной этому может быть растянутая цепь ГРМ. Если у двигателя 1AZ-FSE вырос топливный аппетит и пропала тяга, то причиной может быть один изгляд до зонтов. Также повышенный расход топлива может возникать из-за датчика массового расхода воздуха. Причиной вибраций, которые разносятся по кузову, может быть подушка правой опоры двигателя. Двигатель 1AZ-FSE оснащен топливным фильтром, который надо менять каждые 20 тысяч километров. Но не стоит забывать, что еще в топливном баке есть сетка-фильтр топливозаборника, который в чатурной воде загрязняется. Если сетка-фильтр топливозаборника загрязняется, то тогда мы получаем недостаточное давление подачи топлива к ТНВД.ick на配上 состояние мы получаем ошибку по недостаточному давлению в топливной рамке. Естественно, если сетка сильно загрязнена, то «п Demon» заводится плохо или «пlatten» не вообще. Но это не единственная причина данного симптома. Мы рекомендуем не откладывайте на завтра то, что можно купить сегодня. Поэтому в Беларуси пользуйтесь картой покупки от Белгазпромбанка и картой рассрочки халва от МТ-банка. А сейчас мы встречаем нашего Толика. Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка здесь электрическая с обогревом антифризом. Интересно, что дроссель при работе на бедной смеси не участвует в смесеобразовании. То есть пропорция бедной смеси контролируется только количеством поступаемого топлива. То есть при послойном смесеобразовании дроссель не регулирует количество поступаемого воздуха. Дроссель не имеет никаких регулировок. Легко адаптируется после снятия. Чистка дросселя нужна при низких либо нестабильных холостых оборотах. После чистки все симптомы пропадают и улучшается отклик двигателя. У двигателей AZ пластиковый впускной коллектор. И есть информация, что в первые годы выпуска его меняли по гарантии из-за того, что он издавал посторонние звуки при работе двигателя. Между впускным коллектором и ГБЦ есть блок вихревых заслонок. При малых нагрузках заслонки перекрывают половину впускных каналов. При этом образуется ускорение потоков воздуха и вихри в цилиндрах, которые перемешивают топливно-воздушную смесь для работы в обедненном режиме. Заслонки сделаны толково и обычно проблем не вызывают и нагаром не забиваются. Следует отметить, что заслонки управляются вакуумным механизмом, которым в свою очередь управляет электронный клапан. Этот клапан надежный, но когда он выходит из строя, заслонки перестают работать. При этом характер поведения автомобиля не меняется, но возникает соответствующая ошибка по неисправности данного клапана. И если клапан неисправен, то мотор не включает режим работы на бедной смеси. Бензиновый ТНВД создает давление от 80 до 130 бар и отправляет топливо в топливную рампу. Топливная рампа устроена как на дизельном двигателе. Там есть датчик давления и есть механический аварийный клапан для стравливания топлива, если давление в топливной рампе будет больше 140 бар. Этот ТНВД обычно никаких нареканий не вызывает, если не заправляться откровенно хреновым топливом, которое способно задрать плунжер. Кстати, выработка на толкателе плунжера тоже редкость. Слабое место этого ТНВД это резиновый сальник с пружинным кольцом. Когда он изнашивается, то бензин попадает в масло. Из-за этого насос начинает качать перебоями и холостые обороты могут сильно плавать. К тому же двигатель может заглохнуть при перегазовках. Бензин портит свойства масла, при этом уровень масла растет. Также заметим, что в первые годы выпуска автомобили AVENSIS стали участниками отзывной кампании из-за вот этого обратного клапана, который подает топливо в топливную рампу. Насос системы охлаждения, она же помпа, служит буквально 50 тысяч километров. Если выходит из строя, то она начинает течь и издавать посторонние шумы. Так вот эти шумы надо вовремя заметить, пока система охлаждения работает нормально. На разборном экземпляре были сняты форсунки и топливная рампа. Но так как мы знаем, что в «АвтоСтронг-М» есть практически все, мы нашли вам экземпляр для ознакомления. Датчик давления топлива может начать чудить и показывать неправильное давление в топливной рампе. Из-за этого появляются проблемы с запуском двигателя. Также датчик может коротнуть и из-за этого ЭБУ перестанет подавать признаки жизни, а диагностический сканер просто не сможет связаться с ЭБУ. Решить проблему можно методом тыка или точно зная об этой неисправности. Новый датчик стоит 150 долларов. Но зачем вам новый датчик, если на разборке «АвтоСтронг-М» вы можете купить его намного дешевле. Клапан аварийного сброса чисто механический, но он может стать причиной неуверенного запуска двигателя. Дело в том, что в нем изнашивается игла и седло. Эта пара буквально стравливает топливо. Поначалу не будет хватать топлива для запуска мотора с первого раза, а затем мотор и вовсе потеряет в мощности. Такой клапан стоит новый 30-50 долларов. Но вы же знаете, что отличный клапан вы опять же можете купить бэушный в «АвтоСтронг-М». Топливные форсунки установлены на топливной рампе без каких-либо топливопроводов. Эти форсунки умеют впрыскивать топливо обычным веером либо же узким факелом. Узкий впрыск обычно происходит в конце такта сжатия. Топливо попадает в специальную выемку в поршни и буквально отражается к свече зажигания. И таким образом формируется неоднородная и бедная смесь. Двигатель 1AZ-FSE работает на бедной смеси при низких нагрузках и постоянной скорости работы. Форсунками управляет 100-вольтный сигнал, который формируется в отдельном усилителе. Форсунки выходят из строя из-за некачественного топлива. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что пластик вокруг обмотки форсунок со временем становится хрупким. И когда вы пытаетесь достать форсунку, она разламывается пополам. Кстати, одна форсунка стоит 350 долларов. Для успешного снятия форсунки знающие люди изготавливают специальные съемники для того, чтобы поддевать форсунку за ее металлическую часть. Также форсунки могут подтечь после чистки, если использовать очень агрессивное чистящее средство. Вообще по инструкции этого делать не рекомендуется. Бывает, что форсунки выходят из строя из-за неисправности обмотки. В этом случае двигатель плохо заводится и появляется ошибка по управлению форсунками. Что нужно знать о двигателе 1AZ? Это то, что тепловые зазоры регулируются самым неудобным образом, так как на ваших любимых двигателях Nissan. Подбором толкателей стаканчиков. Кстати, вот тот самый кулачок, который приводит ТНВД. По состоянию кулачков распредвала никаких нареканий нет. Ну и масляный налет у нас слишком насыщенный для бензинового двигателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На впускном распредвале универсальный двигатель. Установлен фазовращатель системы ВВТИ. Это стандартный лопастной фазовращатель, который позволяет повернуть распредвал в пределах 50 градусов относительно коленвала. И управляется этот фазовращатель стандартным электрогидравлическим клапаном. Обратите внимание, что на золотнике этого клапана отсутствует фильтрующая сетка. Вы спросите, где она? А вот она находится в блоке двигателя возле ГУРа. И эту сетку надо иногда чистить, чтобы избежать проблем с фазовращателем. Фазовращатель не очень надежный и выходит из строя. Когда выходит из строя, то при холодном запуске мы слышим стрекот. Ну и соответственно появляются ошибки по регулированию фаз. Инженеры Toyota не раз усовершенствовали этот узел. В приводе ГРМ используется однорядная роликовая цепь. Натягивается гидронатяжителем. Отметим, что гидронатяжитель здесь со стопором противохода. Цепь растягивается при пробеге в 200 тысяч километров. Когда она растягивается, появляется шум, появляются ошибки по фазам газораспределения. И также появляются хаотичные пропуски зажигания. Эти проблемы могут быть как по отдельности, так и все вместе. Наглядно демонстрируем, что в толкателях клапанов никаких гидрокомпенсаторов нет. У двигателей 2.0 и 2.4 серии AZ врожденная проблема – срыв резьбы под болты ГБЦ. Дело в том, что резьбу может сорвать при минимальном перегреве и последствия, самые печальные, голову подымет и тогда антифриз попадет в цилиндры. И хуже всего, что газы еще попадут в систему охлаждения. Toyota реально признала этот косяк и меняла пострадавшие блоки по гарантии. С 2006 года открытая рубашка охлаждения получила проставку, благодаря которой в верхней части блока улучшилась циркуляция антифриза. Соответственно, улучшились и охлаждающие свойства. А для негарантийных блоков Toyota предложила резьбовые вставки, так называемые верты. ГБЦ никаких проблем не вызывает, у нас по ней тоже вопросов нет, но видны следы масложора. Вот тот самый алюминиевый блок с открытой рубашкой охлаждения и чугунными гильзами. Дело в том, что Toyota не предусмотрела ремонтных размеров. И если вы вылечите этот двигатель от масложора путем замены поршневых колец, то это будет удача. В противном случае, если на гильзах сильная выработка, то блок под замену. В данном блоке хон слабенький и есть выработка напротив юбок поршней. Продолжение следует... Особенности поршней двигателя с непосредственным впрыском – это вот эти выемки. То есть от этих выемок топливо отражается и направляется прямо к свечам зажигания. К сожалению, особенность данного двигателя – это масложор. Какое бы масло вы в него не лили, все равно к 1200 вы получите залегшие кольца, соответственно и масложор. В нашем случае мощнейший нагар на донышках поршней, залегшие и закоксованные маслосъемные кольца и потертые юбки. О вкладышах сейчас расскажем подробнее. Вот и вкладыши. Явно проблемы со смазкой, износ и мощнейшие задиры. Вкладыши здесь с реально большим износом. И такое ощущение, что они были на волосок от того, чтобы их провернуло. По состоянию коленвала видна выработка и еще она ощущается на ощупь. Напомним, что в двигателе 2.0 серии AZ нет маслофорсунок. Разборка закончена и резюмируем. Двигатели серии AZ не лучший пример тойотовского инжиниринга. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».